Приветствую друзья! Постоянно в комментариях возникают вопросы, наподобие того, что я посмотрел видео про проверку проводки на Chevrolet Lachete 1.8 LDA, но когда пошел проверять у себя, то у меня разъемы и контакты на блоке управления двигателем не совпадают, хотя у меня тоже автомобиль 1.8 LDA. Либо вопросы такого плана, что как понять, какой установлен блок управления двигателем на автомобиле. И собственно говоря, в этом видео я расскажу, какие устанавливаются блоки управления двигателем на автомобиле Chevrolet Lachete с разными моторами и в разные года выпуска. Начнем с первого, самого простого, это автомобили Chevrolet Lachete с двигателями 1.4 и 1.6. На данном автомобиле устанавливался всего лишь один блок управления двигателем, это Sirius D42. Данный блок установлен возле аккумуляторной батареи в районе левого крыла, он имеет два спаренных разъема по 45 контактов в каждом, то есть в общем 90 контактов. Данный блок устанавливался самой первой по самую последнюю модель в линейке Chevrolet Lachete 1.4 и 1.6. Пойдем дальше. Автомобиль Chevrolet Lachete 1.8 SET. На данный автомобиль устанавливался блок управления HV240. Он имел уже два раздельных разъема по 32 контакта в каждом, то есть 64 контакта в сумме. Он устанавливался на кузов за двигателем. Данный двигатель устанавливался до 2007 года и после 2007 года начали устанавливать двигатель F18 D3. И автомобиль получил название Chevrolet Lachete 1.8 LDA. Но двигатель заменили, а блок управления двигателем оставили прежним. Только лишь принесли его в другое место и закрепили его с правой стороны впускного коллектора, если смотреть на автомобиль спереди. То есть, другими словами, двигатель уже другой, но блок управления двигателем остался прежним. Поэтому при проверке проводки необходимо пользоваться схемами от блока управления HV240, либо от автомобиля Chevrolet Lachete 1.8 SET, несмотря на то, что у вас 1.8 LDA. Но в будущем на автомобиле Chevrolet Lachete 1.8 LDA начали устанавливать блок MR140. Это уже более современный блок, который поддерживал уже более современные требования к экологическим нормам. Он имел также два раздельных разъема, но уже по 64 контакта в каждом. То бишь, в сумме уже 128 контактов. Он также закреплялся сбоку впускного коллектора, с правой стороны, если смотреть на автомобиль спереди. И в данном случае уже необходимо использовать схемы с блока управления двигателем MR140. Также выпускался еще дизельный Lachete с объемом 2 литра, но в данном видео мы его рассматривать не будем, так как он очень редкий. Я лишь только скажу, что на нем устанавливался блок управления Bosch. И вот теперь, друзья, вывод. В первую очередь, если вы собираетесь проверить проводку системы управления двигателем, либо произвести компьютерную диагностику, в первую очередь вам необходимо определить, какой установлен блок управления двигателем. Потому что, как мы уже поняли, даже на одном и том же автомобиле могут быть установлены разные блоки управления двигателем. Это, во-первых, влияет на выбор схемы для проверки проводки системы управления двигателем. А также это влияет на проведение компьютерной диагностики. Так как переменные при диагностике на всех этих блоках разнятся. И причем разнятся существенно. Приведу лишь до примера всего лишь один параметр. Это положение дроссельной заслонки. На блоке HV240 на холостом ходу это положение равняется 0%. На блоке MR140 это будет 10-13% на холостом ходу. А на блоке Sirius D42 2,5-3,5%. Также есть различия и в других параметрах, но об этом я расскажу в других видео. Поэтому перед тем, как что-либо делать, необходимо открыть капот и посмотреть, какой установлен блок управления двигателем. Это позволит вам правильно выбрать схему для проверки проводки, а также определиться, какие должны быть параметры при компьютерной диагностике. Но отмечу очень важный момент. Если вам все-таки необходимо купить новый блок управления двигателем, либо его прошить, то просто название блока ни о чем не говорит. Вам необходимо знать его идентификатор. Даже блоки Sirius D42 имеют несколько десятков идентификаторов, и вам необходимо подбирать прошивку, либо покупать новый блок управления двигателем, исходя из того, какой у вас был до этого идентификатор. Но об этом здесь подробно останавливаться не буду. Это я подробно рассказывал в видео о прошивке блоков управления двигателем. Надеюсь, теперь вам стало более понятно, почему такие большие различия в параметрах диагностики при проверьте проводки. В будущем я еще выполню одну просьбу, которую постоянно также просят выполнить в комментариях. Это рассказать о различиях параметрах диагностики между двигателями 1.6, 1.8 SET и 1.8 LDA. Ну а на этом все. Все мира, ровных дорог и до следующих видео.